всем привет вы на канале вокруг земли мы находимся в пасмурной твери ну что друзья третий день ужин доедаем макароны салатик супчик хлеб получилось четыре кусочка остатки горбушечка в общем все ну что хочу сказать формат не зашел просмотров мало людям видимо не нравится дальше больше снимать не будем делаю такие выводы для себя хочу отметить солен добавить морально тяжело это не так просто побывал в шкуре бедных людей это нужно было для личного опыта тоже посмотреть на вашу реакцию да нравится вам это не нравится поэтому такие ролики у ни о чем не жалею да все есть опыт вот такие ролики тоже нужны для того чтобы понять каково другому человеку нужно побывать не шкурит правильно вот я побывал в шкуре бедного человека мне не нравится представляю как живут так люди там бедный до пенсионер у кого пенсии маленькая либо вот многодетные семьи да то есть они тоже голодают замкнутый круг государство не платит деньги соответственно приходится воровать людям набивать себе карму плохую кушать надо что-то жить надо вот так вот лучше конечно развиваться и работать на себя это идеально никогда не пожалеть там чувак есть один в ютубе месяц жил на тысяч рублей правда это было пару лет назад это пипец как тяжело морально особенно он такой прям повернутый даже как будто зажигался от этого кайфовала опять же да говорю это интересно только тогда когда ты процессе ты еще даже не начал это делать ну первый день может быть интересно а потом ты думаешь нахер надо в трех дней у меня был самый тяжелый второй день расторопший для печени второй день вчера был очень тяжелый морально да и сам по сей день был не очень какой-то сегодня идеально вообще день прошел пообедал сейчас время 8 вечера я даже не заметил время прилетело дела работа звонки там с родственниками пообщался там вообще мама там девушка вообще со всеми время пролетело быстро с клиентами и как-то захотелось есть вот пришел время 8 классно вчера день был такой вообще ничего не хотелось лежала и постоянно кушать охота лежит вообще короче у нас кстати обещают заморозки ночью сегодня завтра а не завтра будет завтра хотя подождите сегодня 7 8 в ночь ну да сегодня завтра получается ночью минус 3 минус 5 хотя на следующей неделе получается пятницу уже через неделю через 5 дней 20 и выше ну уже все тепло идет по всей России так почти смотрел сегодня погоду в Турции так у них классно а 23 градуса минимальная погода каждый день вообще и так там на ближайшие 10 дней 23 выше но единственный момент мне за турцию выборы сейчас 14 мая будут там могут быть беспорядки на улице я не знаю кого выберут ардогана или нет там уже готовятся люди к беспорядкам в Стамбуле по любому будут вот в Алании где мы жили там наверное ну как бы там население небольшое мне кажется там макарошки мне кажется в Алании там будет попроще ну там не будет такого всякого кипиша тем более там приезжая не русских много вряд ли там ну все же неизвестно да еще судьба турции что с ней будет что я ожидает не знаю я говорю я живу по ощущениям реально вот надо ехать куда ты едешь нет нет все кстати в России у нас в июне может быть вторая волна мобилизации я вам по секрету говорю не сто процентов конечно но есть вероятность на улице холодная погода где солнышко светит на мороз мне конечно это не нравится особо я бы хоть на велосипеде сейчас покатался не хочется в такую погоду кататься другой стороны нафиг надо все два пятидет себе накатал бы ничего сколько раз я бы ел все это мне здесь едой пока надо все аккуратно делать все подсчитано все рассчитано ну все сегодня что третий день конец завтрашнего дня уже можно питаться как нормальный человек повторять за мной конечно не рекомендую ну когда право каждого конечно но я никому не настаиваю никого не заставляю это морально не просто так вроде кушаешь кушаешь нормально но морально тяжело и вообще в дальнейшем я не собираюсь больше этим заниматься все был опыт попробовал как-то самому него не очень понравилось плюс ко всему люди дам не пишут особо ничего как-то не заходит эта тема людей буду снимать обычно свою жизнь путешествия походы куда-нибудь короче белые покатушки ну и все дела этот комментарий пишет в болгарии кто-то постоянно типа 100 белорусских рублей это 50 евро а 100 российских рублей это 1 евро ну там 1 и 2 может сколько там максимум 1 3 вот разница какая да то есть они на 100 рублей был болгарских могут шить кайфовать шиковать на 50 евро то можно месяц прожить какой месяц даже больше если так четыре месяца можно прожить 50 на 100 болгарских рублей если бы формат зашел если было много просмотров комментариев я бы следующий раз может быть на встрече неделя провел бы 500 рублей на неделю неделю на 500 рублей нормально а было бы поинтересней никто не поддержал никому не понравилось поэтому такого формата не будет это тоже не так просто до морально тяжело на думаю что готовить три дня готовил постоянно нужно снять ролик еще смонтировать еще спеть выложить да ну нафига нет клобала не нужна нет клобала не нужна не зашло не зашло все вообще хотел сегодня записывать потом думала три дня сказал до конца довести зато понял что макароны красная цена кстати неплохие вот реально главное правильно приготовить а честно когда я покупал я думал ну пиздец слипнуться говно не нормально удивительно реально честно я удивился вообще да макароны вообще кайф опять же да говорю же зависит от того как ты приготовишь можно например было просто отварить макароны солью процедить их и сожрать это вообще а когда и смажется лучок морковочка все перемешано немножко поджаристым вот это да поэтому очень важно как готовишь способ приготовления реально даже такая мелочь как уксус играет важную роль вот добавляешь уксус вообще другой золот вообще вкусный без уксуса что-то немножко не то главное не переборщить а если так задуматься да уксус это же получается какая-то химия это же что такое уксус с чего он стоит химия тоже как-то не особо хочется принимать все пусто мы это сделали парни хлебушка осталось доем но яблочко яблочко не забыли еще про него вот она три дня это вкусно вкусно когда ты не ешь когда ты ешь там однообразное блюдо что-то другое тебе кажется очень вкусным даже простое дешевое яблоко я помню когда голодал выходишь голодание там двух-трех дней но это просто блять я не знаю тебе там хлеб просто погрызть надо даже оооо боже еда это такой кайф вообще оказывается жрешь постоянно яблочекин и всякие там не знаю там макдональдс киевси ты привыкаешь тебе уже плевать на очередной бургер ты запихиваешь ты нет какого-то кайфа вообще в жизни надо научиться смаковать вот например не ешьте там макароны три недели и через три недели только поешься знаете сколько кайф получится или например когда ты там редко чем-то занимаешься что ты ешь ты получаешь совсем другое удовольствие совсем другие вкусы другое прямо восприятие я чай сегодня не пью третий день завтра чай попью и я скажу бля какой вкусный чай вот так вот так все друзья поставьте пожалуйста лайк поддержите комментарии подпиской всем пока все такого формата больше не будет бай бай у suits прикиньте